Всем привет, с вами Арсеночка, и сегодня у нас туториал по драк-клику. Сначала мы должны понять, что вообще такое драк-клик. Если переводить английского, то это обозначает «тащить», «тащить палец по мышке». Драк-клик в своей технике похож на вот такое черчение. Многим известно, что драк-клик можно только на офисных мышках. В основном для этого подходят как раз-таки офисные мышки. Да, как бы странно это ни звучало. Также подходят мышки от компании «Роккет». В основном все профессиональные немцы играют на них. Также может подойти «Лучитек» G403. Но в зависимости от того, где делается мышка, драк-клик может проходить или не проходить. Также подходят «Бладиа-9» и «Бладиа-7». «Глориус Моделло» тоже хороший вариант, но если вы строитель, не советую, так как она слишком легкая. Самый первый совет – это возьмите свой палец указательный, придержите его большим пальцем. И делайте по столу мелкие застревания пальцем. Также проблемы, при которых драк-клик будет невозможен – это холодная или влажная рука. Но это не значит, что не нужно мыть руки. Это значит, что вы помойте их и 15 минут играете другими кликами, допустим, игре в ПВП. И за это время ваша рука запотеет и будет хорошо цепляться. После того, как вы научились драк-кликать на столе, вы пробуете это делать без помощи большого пальца. Но вот здесь уже ваш палец может просто скользить или просто падать. Здесь только одна причина – это значит, что вы слишком сильно давите на стол. Потренируйтесь, и у вас начнет получаться. После этого, если вам не помогло, то попробуйте уже на мышке. Если вам тоже это не помогло, то попробуйте прилепить изоленту или скотч на мышку. Должно помочь. Да, следующая причина – это холодная рука. Ведь вы знаете, если ваша рука будет холодная, то она вообще будет хуже цепляться, а про драк-клик вообще можно забыть. Я надеюсь, мои советы вам помогли. Если нет, то напишите в комментариях, почему. Я, возможно, смогу вам помочь. Ну, а с вами была Псеночка. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok